Мы давно хотели провести сравнительный тест с участием Renault Duster, однако не знали, с чем именно его сравнить, ведь прямых конкурентов просто нет. Поэтому мы довели идею до абсурда и выставили против топового Duster два автомобиля, сходных с ним по цене. Это хэтчбэк Kia Ceed и компактный кроссовер Nissan Juke. По началу казалось, что это будет игра в одни ворота. В пределах 800 тысяч рублей Duster предлагает полный привод, автомат, двухлитровый мотор и хорошую комплектацию. Есть даже ESP и навигация. Другие кроссоверы с таким арсеналом стоят под миллион рублей. Duster это по-хорошему мужское авто. Грубоватый, но при этом весьма способный. Но он и идет по-мужски. Особенно мне нравится его ходовая часть. Можно выискивать на дороге самые неровные места и специально проезжать их еще и полным ходом. Подвеска кажется просто пуленепробиваемой. Renault Duster самый проходимый из всех этих машин. Во-первых, потому что он полноприводный. Во-вторых, у него достаточно большой просвет, больше 20 сантиметров, что редкость для современных паркетников. Также нам очень нравится, что на ходу он не чувствуется расхлябанным и у него нет каких-то нарочитых кренов или ватности руля, которая бывает присуща проходимым машинам. И россияне, кстати, оценили Duster. В ноябре он стал второй самой продаваемой иномаркой России после Соляриса. Казалось бы, на этом тест можно заканчивать победой Duster. Но у каждой медали две стороны. Чего Duster не хватает, это лоска. В нем все равно чувствуется автомобиль недорогой. И это проявляется в тысячи мелочей. Ну, фактически во всем. Везде понемножку не додали. Вот, например, центральная консоль, она почему-то странно завалена от водителя. Все кнопочки, все регулировки сделаны проще и, скажем так, не так удобны, как у остальных машин. То есть вы все равно не забываете, что едете на бюджетном автомобиле. Duster самый шумный из всех автомобилей. Причем тут сложно даже сказать, что больше шумит. Тут всего понемногу. Ты слышишь и шины, двигатель, немножко трансмиссию. А на скорости больше 80 км в час прорезается аэродинамика. Тут, правда, сложно сказать. Это поют зеркала или, может быть, рейлинги на крыше. Нельзя сказать, что это как-то сильно портит Duster. В этой своей нарочитой небритости суть его концепции. Здесь сэкономили на одном, чтобы дать вам больше другом. Если не эстетствовать, то на ней едешь абсолютно нормально. Как нам представляется, Duster особенно хорош в тех условиях, когда вам действительно регулярно нужна его повышенная проходимость. Например, вы часто выезжаете на рыбалку или живете в такой местности, где дороги, вот как здесь, редко чистят. Поэтому, если вы уверены, что настоящая машина полноприводная, берите Duster. Но имейте в виду, что все-таки это кроссоверы серьезные бездорожья не его удел. Главная прелесть Duster – абсолютная индиферентность к российским дорогам любого качества. Тут ему равных нет. Но если последнее обстоятельство для вас не принципиально, вы можете посмотреть шире, потому что конкуренты не намерены сдаваться без боя. Знаете, пересаживаясь после Duster в Kia Ceed, ощущаешь себя практически в автомобиле премиум класса. Салон здесь гораздо более современный. Он сделан с такой приятной душевностью. Причем все очень удобно. Здесь продуманная эргономика, здесь лучше посадка, здесь шире диапазоны регулировок. И в целом, в каждой мелочи, конечно, автомобиль небюджетного класса, он тебя покоряет. Потому что Duster раскрывается там, где есть что-то сложное, какие-то препятствия, какое-то бездорожье, экстрим. Но при вот такой вот расслабленной езде, конечно, больше внимания обращаешь на какие-то вот эти мелкие бытовые радости. В спокойных режимах он действует, ну, просто умиротворяюще, потому что он самый тихий. И вот на таких дорогах подвеска, ну, практически изолирует тебя от полотна. Ты едешь и расслабляешься. В целом, Kia Ceed как-то меня располагает в неспешной езде. Конечно, Ceed расцветает на относительно ровных дорогах, тогда как выбоины воспринимает болезненно. Там, где подвеска срабатывает на большие ходы, Kia Ceed, во-первых, становится чуть более жестким и таким дряблым, чем остальные машины. И чувствуется, что у него меньше энергоемкость подвески. Если на отвратительных дорогах меньше напрягаешься в Duster, то по обычным трассам куда приятнее вести Kia Ceed. Другое достоинство Kia Ceed то, что он достаточно легко управляется. То есть вы в целом тратите меньше калорий и тратите меньше внимания на управление, чем, например, в том же Renault Duster. С другой стороны, для вас может быть принципиален не столько полный привод, сколько повышенный просвет. И здесь поспорить с Duster может Nissan Juke. Тем более, это автомобиль с секретом. Хотя Nissan Juke это кроссовер, когда в него садишься, ощущаешь себя в первую очередь как в купе. Вот то, к чему стремились разработчики, они этого абсолютно достигли. Это касается антуража салона, то, как он сделан с нотками спортивности. Это касается даже вот видимых крыльев, как у какого-нибудь английской спортивной машины. Ты видишь даже задние крылья. Но Juke в принципе не обманывает эти ожидания и на ходу. Он едет настолько спортивно, насколько вообще может спортивно ехать кроссовер. У него такая собранная подвеска, у него хорошее чувство руля. Вообще по рулю он мне нравится больше из всех трех машин. Он очень юркий. Например, в городе на нем всегда хочется ездить быстрее потока, потому что ты хорошо ощущаешь габариты, он какой-то весь группируется вокруг тебя. При этом за счет точного руля ты можешь вышивать по видам, ну, достаточно активно, если хочешь. Да, за сравнимые с Duster'ом деньги Juke бывает только переднеприводным. Но на плохих дорогах он не пасует. По геометрической проходимости у Juke все хорошо. Во-первых, у него просвет 190 мм. Это на таком хорошем уровне для паркетника. У него короткая база и короткие свесы. Плюс ко всему, достаточно жесткая подвеска отрабатывает все неровности в одно касание. Поэтому, если проходит на полном ходу Renault Duster, то пройдет и на полном ходу Nissan Juke. При этом Duster стремится скруглить неровности, а Juke реагирует более остро. Из нашего трио он самый жесткий. Он едет такой спортивной тряскостью, но у него нет вторичных вибраций и нет раскачки. Поэтому вот для людей, которые еще, скажем так, молоды душой и, в принципе, любят все спортивное, он не покажется дискомфортным. Сравнили мы и размеры салонов, начав со второго ряда сидений. Ну, на заднем ряду Duster не так просторен, как ожидаешь. Втроем мы сидим здесь уже в распор. Есть небольшой запас места перед коленями, но он именно что небольшой, при том, что переднее сидение отрегулировано под водителем ростом 1,90 м. Небольшой запас над головой. Ну, тоже сантиметра 3,5 м. Задние сидения Duster предсказуемо лишены каких-либо удобств. Здесь нет подлокотника, здесь нет подсветок, нет регулируемых дефлекторов. И тоннель, он хотя и невысокий, но он достаточно широкий. Поэтому среднему сидоку, причем самому высокому из нас, здесь сидится не очень комфортно. Теперь мы в Kia Seat. Параметры водительского кресла отрегулированы точно так же. Здесь ощутимо просторнее в плечах и гораздо больше места перед коленями. Плюс под передними сидениями есть запас для зимней обуви. Несколько меньше запас над головой, но в принципе он здесь присутствует. И в целом сидеть на задних сидениях всегда удобнее всего. То есть здесь лучше профиль, здесь есть подлокотник, если вы едете вдвоем сзади. Здесь есть даже регулируемые дефлекторы. И практически отсутствует тоннель. Хотя он есть тоже широковат, но тоже низкий, как и у Duster. В целом по заднему ряду Kia Seat немножко выигрывает. Да, ко всему прочему в джук сложнее всего садиться, потому что двери узкие. Но тут мы не откроем Америке, что задние сидения здесь естественно самые тесные. Причем в плечах все не так критично, хотя тоже сидим впритык. Но перед коленями запаса практически нет. И я думаю, вот Петр, он бы на мое место просто не сел, ему бы не хватило места. Запас над головой на первый взгляд какой-то имеется, но если чуть-чуть откинуться назад, то ты упираешься в эту не спадающую крышу. У джука также нет центрального подлокотника и нет регулируемых дефлекторов. То есть в дисциплине поездки на заднем сидении он отстает от двух конкурентов. С другой стороны, на небольшие расстояния взрослых увезти здесь можно вполне. Также можно посадить ребенка. То есть для этих целей он вполне годится. Потом дошла очередь и до багажников. Тут преимущества Duster более очевидны. Багажник Nissan Juke, естественно, самый маленький, объемом 250 литра. У него высокая погрузочная площадь и на первый взгляд он совсем скромный. Но отчасти это впечатление обманчиво, потому что у него есть достаточно обширный подпол. Там находится комплект инструмента и докатка. В принципе, для повседневной поклажи места здесь достаточно. Плюс при перевозке крупногабаритов мы можем сложить в ровный пол задние сиденья. А гораздо лучше обстоят дела с багажником у Kia Ceed. Здесь объем 380 литров. Под полом есть такая приятная мелочь, как органайзер, куда можно класть всякую мелочевку типа знака аварийной остановки. И еще ниже у него запасное колесо, правда, тоже докатка. Заднее сиденье можно сложить, но несколько портит то, что у Kia Ceed достаточно высокий и развитый порог. Ну а рекордсменом по багажнику является, естественно, Renault Duster. Здесь самая большая погрузочная площадь. Здесь очень удобная форма. И также есть возможность сложить спинки задних сидений в ровный пол. Причем у Renault Duster есть несколько типов задней подвески. Это полноприводная версия, здесь задняя независимая подвеска. И объем багажника чуть меньше, 408 литров. Если вы закажете переднеприводную версию, задняя подвеска будет полузависимая, но объем багажника возрастет до 480 литров. Под полом багажника мы видим тоже небольшие кармашки для мелочевки и, наконец-то, полноразмерная запаска. Duster – это такой добротный кирзовый сапог. Тогда Kia Ceed – офисные туфли, а Nissan Juke в нашей терминологии – спортивный кроссовок. Каждая обувь хороша для своего случая. Также и Duster смотрится молодцом там, где скисает Kia Ceed. И наоборот. Стоит ли гоняться за Duster? Да, если плохие дороги – ваша стихия. Тем же, кто ищет просто универсальный автомобиль для города и трассы, можно подойти к вопросу гибче и глянуть альтернативы. Благо, за эти деньги их пруд-пруди. А вообще, удивительный факт. Хотя эти три машины абсолютно разные, у них разные платформы, у них разные концепции, и вообще, наверное, их сравнивать между собой не совсем корректно. Удивительное дело, что пересаживаясь с одной в другую, ты не чувствуешь какого-то прям дикого контраста. А не ко всем быстро привыкаешь. И возможности человеческого организма привыкать, они гораздо выше, чем разница между современными автомобилями, даже разных классов. Поэтому, какую бы из них вы не выбрали, ваш выбор самый правильный. Потому что он ваш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова